всем привет я крутикова лиза с проекта холостяк и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы вот начнем с первого лиза расскажи як и чему вы решила взятой участь в проекте ну был такой период в мае месяце когда у меня просто выбили стул и спад ног и я была в такой маленькой депрессии и не знала вообще как дальше жить и куда дальше шагать и мне нужен был готов какого-то свежего воздуха и мы с моей сестрой решили подать заявку и я очень сильно надеялась что на этом проекте я найду достойного мужчину который сможет защитить меня от всего того что происходило со мной раньше чем-то бесподобился михайло но на первой вечеринке я не могу сказать что миша мне понравился или нет это было неоднозначное такое впечатление о нем а понравился он не на общение и тем что мне было с ним легко он слушал меня он шутил в моментах когда надо было пошутить и когда разговор был сильно таким тяжелым для меня серьезным и он сопровождал эти темы шутками и у него была очень добрая улыбка и он вообще очень к себе располагала и именно этим он не зацепил каким-то своим отношением че булы у тебя комплексы на а какие наиголовнейшие якости ты ценуешь у человека но самое главное качество как я уже говорила это я очень сильно люблю когда мужчина с чувством юмора когда он легкий и любую 40 какой-то или начиная начинающийся конфликт можно с ним перевести в шутку и это не не будет накатываться как снежный ком и я очень люблю мужчинах то что они когда они говорят что-то они обязательно это выполняют потому что моих прошлых отношениях это было самой большой загвоздкой и такой камень преткновения во всех ссорах мужчина постоянно что-то обещал и этого никогда не происходило и поэтому сейчас в этой настоящей настоящем времени когда я слышу от мужчины что-то и он это делает меня это прям я думаю вау такие мужчины еще остались че булы у табы комплексы на проекте и уже ти у меня были комплексы в жизни и я довольно долго с ними жила и наверное даже сейчас я не могу назвать это комплексами я бы хотела это в себе исправить но мне с ними спокойно живется это когда-то я хотела сделать себе грудь то что мне казалось что у всех девчонок классе она больше и сделать себе нос потому что инстаграм навеивает вам такую идеальную картинку тоненьких худеньких носиков и мне до сих пор кажется иногда я смотрю на себя в зеркало и мне кажется что наверное было бы прикольно если вы нос был поменьше но я не могу назвать это комплексами это просто такие маленькие недочеты с которыми я спокойно уживаюсь если вдруг мне когда-нибудь предстоит вас появится такая возможность и время и деньги возможно я бы сделала нос но не знаю не уверена еще я к знам исправлялась а ну я уже рассказала на проекте кстати мне не было никаких комплексов я спокойно себя чувствовал женском коллективе никак не не задвигала себя назад и не считала что я как-то там недостойны или еще что-то такого не было с кем наибельше сдружилась она проекте ну как это происходит всегда ты больше всего дружи с девчонками с которыми ты живешь в одной комнате изначально это была джессика катя и сашка и вот мы втроем очень весело проводили время мы пили вино вместе мы вместе готовили кушать и нам было очень круто но потом мы как-то разъехались в какой-то период времени по разным комнатам и я сдружилась с викторией зав и вот сразу ли сразу ли мы жили последние мои мои недели на проекте мы с ней жили в одной комнате и мне с ней было максимально комфортно и по сей день и вот века сашка и роза ли мы как бы поддерживаем связь общаемся снимаем иногда что-то прикольное вместе и пьем вино и разговариваем по-женски ты чины наибельше ревнувала мишу и высловливала ему своей на задоволе не ты сыра была через свою мать и не че через почуття и киев жизнь я вылазь и до холостяка но я думаю на тот момент сыграла это это потому что я действительно уже чувствовала к миша симпатию и мне было тяжело скрывать свою это я не могу назвать это ревностью это было из ряда вон что-то выходящее особенно тот поцелуи прямо при тебе я но было уже тяжело делать вид что все окей и улыбается и поэтому я просто была сама собой я сказала ему о том что мне это неприятно мы в общем не поняли друг друга мы наверное чуть по-разному смотрим на эти вещи ну конечно чувства к мише уже были на тот момент и я просто не смогла сдержать своих эмоций потому что в жизни обычно я их не сдерживаю они меня сразу на лице и все сразу замечают когда мне что-то не нравится или наоборот нравится сдавалось и михайлу было прикро т.б. вид пускаты ащи вид шувала ты у той день я не знаю мне кажется я еще первых полдня или день не понимала что это в заправду что на самом деле это происходит сейчас и со мной и меня никто не вернет и ну мне было обидно и как-то пусто наверное я не знала просто что вот сейчас вот я еду в поезде а что дальше и как как вообще заснуть ночью или бежать сразу тренироваться чтобы отвлечься и было такое странное ощущение куча мыслей в голове которые не давали тебя спать первые дни поэтому но было не самое приятное не самое приятное время так скажу так нами забуднейший день на проекте для т.б. и чему на самый незабываемый день на проекте это конечно было свидание с мишей потому что там не было девочек там не было бесконечных обсуждений каких-то деления посуды и там был просто миша бы было куча развлекательных историй и мы действительно действительно провели очень круто время вместе не знаю говорят что смотрится как друзья но мне было максимально комфортно и день просто пролетел вот так у наше свидание просто за одну секунду пролетела просто потому что было нереально круто и нас никто не отвлекал вот поэтому это самый счастливый день на проекте у т.б. волоси вид природы кучерявы у меня не кучерявые волосы от природы они вот такие ровные я сушу их феном и они приходят вот такую вот такую позицию ровную кучерявы они у меня под настроение если мне хочется сделать свой образ чуть-чуть воздушнее под платье то я просто на ночь на влажные волосы заплетаю себе два колоска 31 смотрите кудри я хочу и ложусь спать и с утра у меня такие волнистые воздушные волосы и мне просто нравится иногда менять свой образ то с ровными быть это с кучерявой вот чему вы решила статы повитренную гимнастку ну эта идея пришла ко мне после моей сестрички все значит у меня средняя сестра которая тоже цирковая артистка как я она поступила первые меня в академию и пришла в студию тоже первее я просто шла по ее стопам потому что мне всегда хотелось быть похожей на нее вот и как-то началось все по для того чтобы просто быть не дома и занять себя чем-то и пришло в итоге к тому что мы стали зарабатывать на этом деньги как-то это этот момент я упустила вот прям что вот я хочу быть воздушной гимнасткой такого не было но как-то постепенно постепенно я шагала маленькими шажочками и оказалась просто на большой сцене расскажи про свою наибольшую помолку уже ти но наверно самая большая ошибка в жизни моя была это в прошлом году я поняла что наверное доверять людям настолько сильно как я доверяю не стоит и всегда как говорится доверяй но проверяем поэтому эти уроки нас чему-то учат жизни и надеюсь что в будущем я буду чуть-чуть сдержан и не буду так сильно отдаваться человеку можно сто процентов всегда не знаю наверное это была самая большая ошибка не знаю даже что не сказать мне просто обидно за эту ситуацию вот и я надеюсь просто такого со мной в жизни больше не повторится счета рыбыла наступного дня после выбутя с проекту я приехала домой и слава богу меня здесь была сестричка старше своим мужем и с детьми я на ходу просто меня впихнули какую-то еду и сразу же посадили машину мне не дали не помыться они переодеться вообще просто меня с поезда впихнули машину и мы ехали несколько часов в другой город даже в село где нас ждала другая сестричка еще одна моя третья вот и они там были тоже нас была просто большая семья и меня возили на санках мы жарили шашлыки мы купались в бане прыгали в снег и в общем меня постоянно отвлекали застолья и такая дружная семейная атмосфера и мне действительно спасибо большое мне действительно было это очень нужно тот момент и наверное я еще очень быстро отошла благодаря этим всем моментам т.б. поривни с дашей квитковой як ставишься до того но мне это немножко льстит потому что я не знаю ее как человека я подписан на нее совсем недавно благодаря моим подписчикам которые говорят что на нее подход похоже мне стало интересно и она действительно очень милая и тоже искренне я считаю себя искренне она тоже очень искренне как по мне и такая как это настоящая воздушная и легкая как человек ее приятно слушать и приятно за ней следите про внешность я не знаю я не вижу никаких сходств не знаю почему мы решили что мы с ней очень похожи может как-то по внутреннему состоянию по характеру больше чем по внешности мне кажется тоби подобается алексей трегубенко адже вы не одноразово заявлялися разом instagram ну это такой вопрос подвохом поэтому мы оставим это тайне какие косметичные процедуры робишь так я в свое время когда-то делала лазерную эпиляцию сейчас уже не делаю как-то она там забылась и не могу никак туда попасть я очень люблю маски для волос всякие домашние там 8 секундки и куча куча фильм всяких пробую мне все интересно и делаю наверно боток сразу год где-то для волос делаю ботекс и вот и помимо ботокса наверно больше ничего не делаю как-то так так дай парады оксомасином дома покрасить и свою растяжку во первых берем хорошие настроения во вторых берем кариман и в третьих берем youtube открываем на ютубе это же 21 век на дворе все что вы хотите там есть он все знает и он все бдит поэтому вводим растяжка для начинающих и скачаемся себе дома растягиваемся и в принципе для начинающих там конечно максимального результата там достигнуть тяжело но для начинающих для тех кто хочет попробовать им интересно вообще понравится им или нет это как бы вам подойдет поэтому здесь главная регулярность в растяжке это три раза в неделю хотя бы чтобы вы вспоминали о том что она у вас есть так ну и что я хочу это был последний вопрос я хочу передать зрителям большие большое спасибо за эти слова благодарности за за ваши комментарии за ваши сообщения я лежала в день вылета и читала их в инстаграме у меня просто наворачивались слезы вы такое иногда пишите прям ну невозможно это невероятная поддержка и мне стало так легко на душе ну действительно как будто с мамой разговариваю вас так много и столько всего приятного спасибо вам большое я никуда не делась я остаюсь в инстаграм вы можете следить за мной вот мне очень приятно что вы остаетесь со мной и просто всем спасибо люблю целую спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!